Я не ем, я жру. Ты что, о чем ты? Нет. Кусок пиццы был под подушкой. Ну это вообще как бы сейчас на кухне увольняют человека. Это хорошая лавочка, она пишет как чавкаем. Очень хорошо. Мне не хочется это есть. Вообще. Круто, круто, круто. Честно, круто. Чуть-чуть несправедливо. Всем привет! С вами Артур и Габи Марку. Мы возвращаемся к истокам. Что значит к истокам? К истокам, это к тому, что было в самом начале, а было у нас, соответственно, сравнение одинаковой еды из разных ресторанов. А, окей. Сегодня... Я изредка буду задавать вопросы, потому что иногда мне будет непонятно. Вот сразу видно, что человек не подписан на канал и не смотрит. А вы обязательно подпишитесь. Подпишитесь уже один раз на этот канал. Один раз подпишитесь, чтобы вот больше не отписывались. Больше не отписывайтесь. До нового года 2000. То есть не ведите себя как наши бывшие. Три блюда греческой кухни из двух греческих ресторанов. Но я забыл представить, как следует Габи. А зачем? Нет. Вот. Габи у нас супер ведущий. Зачем? Нет. Так, Габи у нас супер ведущий. Нормально. Супер ведущий. И вот прямо сейчас, так как мы все ведущие здесь, да? В какой-то роке. У меня, короче, есть челлендж. Тик-ток челлендж. Давай. Короче, в Тик-токе. А нельзя мотивировать. Можно мотивировать. Просто я пристал их начать свадьбу. Блядь, это свадьба. Погрылся, уважаемый. Да, да, да. В Тик-токе есть такая фишка. Чек. Вот берем руку. Да? Даем пальцы. Пальцы. Когда три мужчины в одной комнате берут руку, то это уже страшно. Вот, давай. Супер ведущий чек. Вели мероприятие на тысячу человек. Да. Вот. Вели мероприятие на двух языках. Проводили радиоэфир. Блядь, конечно. Проводили ТВ-эфир. Да. А я нет, видишь? То есть вы уже круче. И последний, это водите автомобиль. Какой-то больной кулак у меня полетят. У тебя тоже большой палец. Дураки. Ладно, мы поехали. Сегодня два ресторана. Это Грека Фрэш и Коломаки Грик Таверна. Грик Таверна. Грик Таверна. Других каких-то доставок из ресторанов я не нашел. Мы кого-то знаем оттуда? Я не был ни тут и ни тут. Я тоже. Я был в другом греческом ресторане, но, как мне сказали, он закрылся. А в третьем, в четвертом. Я знаю, в котором ты был, я знаю, который закрылся. Да, а четвертый у них нету доставок, к сожалению. Да ладно. Рикей. Ребята. Можно задать вопрос вам, ребят? Да. Вы были в Греции вообще? Допустим. Типа я был, но я был не трезвый. Я понял, да? Типа как в функциях, да? Коломаки. Хорошо. Артюр, ты был в Греции? Допустим. Грят, если вы не можете сказать, что это нет. Да. Да. Вам нравится еда, которая в Греции? Да. Очень. Но она же типа обычная. Они близко к итальянцам, очень близко. Не, она обычная. Греки к итальянцам? Нет, вообще далеко. Медитеранс, как это значит обычная? Ты что, о чем ты? Нет. Итак, комплектация из ресторана Коломаки. Коломаки. Во-первых, на три блюда нам дали три салфетки. Это очень печально. Объясняю, во-первых, почему мне вот лично это бесит. Я не ем, я жру. Мне очень сильно нравится кушать дома, в постели. Я всегда, когда заказываю на дом еду, допустим, я всегда говорю, допустим, девушке, которая там поднимает, я говорю, и пожалуйста, два нюанса. Я честно сейчас говорю. Первый нюанс, чтобы еда была горячей, потому что если не горячей, я не буду ее брать. Ну да, салат он же как бы... Да, салат есть горячий салат. Есть греческий. Второе, салфетки. Всегда меня спрашивают насчет приборов. Я говорю, ну как бы да, почему нет. Не хочется ничего пачкать. Особенно, когда ты на дом еду заказал, зачем все это пачкать, если можно просто раз-раз все съел и выкинул. В этой кровати, в двух сторон очень много коробок. Очень много. У меня один раз кусок пиццы был под подушкой. Ну, бывало. Вот, видишь, Грека Фреш положили нам три комплекта, вилочки и ножички. Да, и больше салфеток. Здесь у нас салфеток уже получается три. Подожди, а ты тогда заказывал на сколько людей заказывал? Я заказывал просто три блюда, меня даже не спросили, на сколько вы заказывали. А, тебя даже не спросили? Даже не спросили. И, соответственно, у них еще вот такая вот брендированная упаковочка везде. Везде бренд, да, брендированная. Следующее это у нас взвешивание. О, ух ты, весы. Прямо как у меня. Это такая в ММА, да? Я свешиваюсь вот на таких весах. Я маленький, поэтому маленькие весы. Да я думал, ты на этих свешиваешься. На Кантариках? На этих, на этих боюсь. Здесь Грека Фреш. Что это? Это суфлаки. Это мусака. Это мусака. Мусака. Мусака в Коломаке должна весить 350. Сколько она весит? 319. Это вместе с каждой вещи происходят. Она стоит 87 лей. Сколько? 87 лей. 87 лей. Греческий салат. 300 грамм должен весить. Сколько здесь? 389. Молодцы, ребята. Молодцы. Здесь довесил. Вот зарплаты вычтут потом. Цена 67. За греческий салат? За греческий салат. 67 лей. 67 лей. И здесь у нас джирос. Это джирос. Да, это джирос. Джирос, да. Но у них вот написано почему-то сувлаки. В чем разница между сувлаки и джирос? В соусе. Неправильно. Неправда, ты что? Джирос завернутый в сетон. Завернут? А сувлаки, они просто на тарелочке. На тарелке вот как-то. Поменяйте название. Так, должен он весить 320 грамм. 475. Цена 55 лей. Вообще красавцы, а? Ну, ну вот только мусака как-то не очень. Да, аж почему? Они салфеток меньше дали, поэтому они сказали, давайте. Блин, давай им дадим хотя бы побольше вот этого. Так, греко-фреш, греческий салат. Сколько он был? 340 должен. 401. С учетом коробочки. Цена 60 лей. У тебя правильные весы? У меня правильные весы. То есть 60 лей. Если мы возьмем вот этот салат, который 300 грамм, 67. Да. У них по весу больше, да? И стоит 60, то есть это дешевле. Следующий это джирос. Должен весить 200. 400. Что-то страшно. Почему страшно? Может быть без ломаша, там этого, без креата? Нет. Нет? Он должен весить. Ну это вообще как бы сейчас на кухне уваляем человека. Так, и здесь у нас мусака, 250 грамм. Тоже мусака. 390. Вот здесь вот перевесики. Но зато стоимость 110 лей. Ой. В смысле? 110 лей. Там 87. Нет, здесь 350 грамм в меню по 87. А этот меньше по весу, но стоит дороже. Дороже. Объясняю. Потому что, наверное, упаковка, которая сдерживает горячие блюда. Что это у нас? Ну да. Начинаем с горячего. Оно здесь горячее, но много-много воды. Прямо вот. Очень много. Нехорошо. Ну, ребята. Совсем другой вопрос. Это, конечно, затока и митца. Это выглядит на 110, хотя еще так, под вопросом. Но это на 87, я не знаю. Сейчас я посмотрю. Мы еще не знаем по вкусу, это очень важно. Это очень важно. А для тебя, кстати, важнее вкус или картина? У меня еще один принцип есть. Да, в принципе. Если мне не нравится, как выглядит еда, я не дотрагиваюсь за ней. Да, вот я такой сволочь. Вот я такой ебил. А у меня наоборот есть такой. Если еда мне не нравится на запах, я ее не ем. На запах? Мне кажется, на запах она вообще, как бы все не едят, если какой-то запах. Вообще не едят. Нет, вот, грубо говоря, это выглядит так себе, но на запах... Она хорошая. Пахнет томатами, соусом. Там видно, что есть какие-то. А здесь именно пахнет сыром. А давай мы сделаем... Сыр-сыр. Это тарелки с прошлого Нового года на этих на корпоративах? Да-да. Смотри, здесь еще есть лист чего-то. Да, есть какой-то лист, но я не могу понять, чей этот лист. Нет, это похоже на салат, лист салата, но он очень вялен. Где мой фокус все время пропадает? Хорошие подписчики, у тебя есть страница? Позвони Гарри Козмо. Подожди, есть страница патрон? Есть у тебя? Патреона нету. Нету. Сделай патреон, пожалуйста. Потому что... Подожди, шутка. Шутка об Жене. А, извини. Позвони Гарри Козмо, у тебя фокус пропадает. Это же ебная шутка. Гарри, если ты смотришь это видео, приходи ко мне в гости. Пожалуйста. Мы давно не виделись. Не надо. На вид так. Он сказал налить, ребята. Он не на вид. Ты, по-моему, не так поездил. Но пахнет фаршем. Не то, да? Не фантазик. Что тебе там не хватает или все не то? Все не то, объясняю. Реально меня отвозят в этот, в затопу? Да. В затопу. Ну, что-то не то, на самом деле. Ну... Есть вот этот запах, который вот... По поводу этой мусаки. Неправильная мусака. Она... Она неправильная. 87 лей, я не знаю, за что здесь. Нет. Вкуса сыра здесь абсолютно нет. Нет. Вкуса бешамеля есть, но он теряется из-за вкуса фарша. Еще можно определить. Мясо. Подожди, подожди. Мясо, оно здесь преобладает по вкусу вообще во всем. Здесь есть картошка, которая вот потом находится как-то. Вот если отдельно взять картошечку... Да, то картошка. Но она переварена. Да, она переварена, она прям расходится. Синие никакие здесь. Синие не такие должны быть. Они должны быть чуть-чуть ольгент. А еще сыр можно определить по цвету. Объясняю. На, Жень. Смотри цвет сыра здесь и посмотри цвет сыра здесь. Но здесь разный сыр. Так поэтому и говорю. Но не должен быть разный. Я тебе дал попробовать. Неправильный сыр. Что ты заброшу? Окей, забирай вилку, вилку, ложку забирай. А это Жене отдаем. Он же доедает за нами все равно. А, видишь, смотри здесь на картошку. Она даже эта самая. Она чуть-чуть... Вот, тверденькая картошка. Нормально. Все равно, как я люблю, да? Во-во-во-во. Это смотрите на слой сыра. Это другой разговор, ребята. Подожди, ты попробуй сначала все, а потом будем разговаривать. Какие здесь синие? Поэтому? И поэтому. Давайте мнение своих, ребят. Эй, вкусно. Все, спасибо. Не, ну прикольно. Вот это хорошее. Что вам бы хотелось туда добавить? Мне... Да, сюда. Мне чуть-чуть не хватает перчинки. Мне тоже не хватает немножко перчинки. И для меня здесь немного суховато мясо. То есть фарш. Может быть, этот фарш долго просидел в холодильнике. Поэтому он и сухой. Ну вот, я бы какого-то соуса сюда больше добавил, потому что фарш мясо рассыпчатое. И... Ну, а вкус он тоже схватывает. Ну, это правильно. И вот этот вот сыр вместе с бешамелем. Да. Идеально. Да? И это. Еще один нюанс. Синий. Синий изи-стоп. Да, лучше так, чем вот там, где водяное все. Это да. А там еще водяное. Из-за упаковки. Неправильная упаковка. Из этих двух блюд. Что тебе больше понравилось? Ну, это понятно. Что мы будем сейчас притворяться. Окей. Грека фреш. Сколько это стоит? Это стоит 110 лей. Дал бы ты? Дал бы ты? Да, я бы дал. Лучше дать 110 лей на хорошее блюдо, чем что-то, неважно что, за плохое. И тем более недовес. Не в жизни. И тем более недовес. Недовес еще. Да, недовес в том блюде. Ай-яй-яй. Да не про меня, конечно. Ай-яй-яй, ребята. Что? Следующий у нас... Спасибо. За счастье. Следующий у нас Гирос. О, Гирос я люблю. Гирос любят все. Ты смотри, какой он. Вот такой вот он. Но он большой. Бумага? Не бумага, а как его? Пергамент. Пергамент чуть-чуть неправильный. Объясняю почему. Давай. Ты видишь, он уже разрывается. То есть, есть шансы, что на нем останется вот этот пергамент. На самом Гирос. Здесь уже и сама... На самом Гирос. На самом Гирос. Сам лаваш уже тоже расходится. Они его сделали так, для того, чтобы он смотрелся богато. Грека фреш. Грека фреш. То есть, практически... Ну, здесь... Вот здесь пергамент правильный. Ты смотри на он, как взял меня за здесь, как будто я не люди. Ай-яй-яй. Вот он. Ба. Да. Сразу видно... Маленький нюансик. Нет, ну... Здесь больше специй. Вижу. Очень много специй. Но мне не нравится, как здесь выглядит мясо. А там нравится. Не знаю почему. А мне, наоборот, вот эти вот кусочки, которые вот с этой стороны, такое ощущение, что они лежавшие. Ты думаешь? Это за счет соуса. Ну, вкус хороший. Это за счет соуса. А количество картошки, обратите внимание. Где? В одном и в другом? Да. Вот здесь меньше. Да. То есть, здесь балансировано. Это грек, да? Только по виду смотрю. Я только по виду вижу пока. Ммм, но здесь и картошка лучше. Во-первых, она в форме. Вот такой вот интересный. Да. А здесь картошка. А еще? Никакуча. Здесь есть костровец. Как их? Огурцы. Огурцы. А здесь их нету. Но здесь и лучок красный тебе присутствует, а здесь у нас не наблюдается. Здесь помидоры, курица, специи, соус и много-много-много картошки. Но индустриальной картошки. И невкусной картошки. Да, это индустриальная картошка, которая продается в пакетах, которая размораживается, ставится в фритюрницу и ты все, ты погнал. Трамп. Трамп, ты трамп. Здесь соус, мясо, картошки немного, красный лук. Друзья, я хочу отметить один момент. Дело в том, что именно это блюдо может готовиться даже по стандартам греческим, как решил повар. Окей. Помидоры. Да. Помидоры, соус. Я прям вижу, как повар здесь взял решение. А там. Да. Здесь вот. Не, ну здесь, здесь картошка преобладает. Здесь мясо вообще минимум. И здесь мясо. Да. И здесь есть лук, но он какой-то. А, здесь белый лук. Белый лук. Сори. Сори. А дай-ка я вместе с питой вот это вот отрежу. И сейчас мы будем это пробовать. Ну честно, ребята, картошка вообще неправильно. 200 грамм, 40 лей. А весил он 400. Здесь 320. То есть граммаж больше. И цена, соответственно, больше. 55 лей. Ну а сорян, это за 40 и это за 55. Да. Ну, друзья, я вам скажу, что вариант, который вот сейчас у Артура в руках, да, ближе к картошке, ну это отмазались. Давайте будем честными. Потому что просто много картошки, еще не самый хороший. Соус. Думаю, что пита одинаковая. Нет, пита. Пита. Пита не одинаковая. Не одинаковая. Она даже на вид не одинаковая. И вот здесь вот пита, она как аутентичная, так сказать, как будто ее сделали в печи. А это белая. Это белая коммерческая пита, опять же. То есть в магазине. А это нет. То есть по ценовой политике они сильно разнятся? Конечно. Да. Это 55, но с учетом того, что 320. А это 40, с учетом того, что 200. А 400. А в реальности 400. Ну, ребята, ну это не по-христиански. Здесь даже сравнивать нет смысла, судя по всему. Просто. Никакого смысла сравнивать. Как можно узнать, как его зовут? Сравнивать вот эти два блюда не имеет никакого смысла, потому что, как сказал Женя, это просто вот так вот. Жрите. А это сделано с умом. Ну здесь отмазались, честно. А цена, ребят, ну цена, ну ребят. По соусу здесь никак. Сама пита, она никакая. Картошка перебивает абсолютно все вкусы, даже несмотря на то, что на ней очень много специй. На курице тоже много специй. Давай переведем стрелки. Картошка коммерческая? Да. То есть продается. Пита такая же. Соус на мазике? Я так думаю, что соус нет. Я так думаю, что этот соус, вот это, который продается сразу вот в таких пакетах, которые... Помнишь, да? Ну этот звук я помню, а соус нет. Это... Вот этот вот соус. А, подожди, смотри, вот. Что это? Это огурец. Это он должен был. Это за предыдущего блюда упало. Нет, здесь нашинкованные мелко-мелко-мелко огурцы оказываются. Огурец в составе... Артур, как можно нашинковать так огурец, а здесь были уже четыре, ты три сожрал, я два, все, пять, шесть. Этот огурец свежий добавляется в соус. Кстати, да. Это в соус добавляется. Ну, типа цацики, типа. Типа цацики, да. Цацики для бедных. Давай так назовем. Да, цацики для бедных это мазик. Мне не хочется это есть. Вообще. Вот я понял, не ешь. Нет? Пита здесь правильная, картошка другая, нормальная. Огурцы присутствуют. И причем картошки мало. Соус есть, картошки мало, но хорошо, нормально. Я тебе говорю, мясо мне здесь больше понравилось, чем так. Здесь бедром, а там получается грудка. Круто. И соус здесь даже лучше. Я за это знаю. Смотри, Жень, смотри, где? Вот если взять, вот здесь вот даже в соусе есть еще огурцы. Потому что это цацики. Вот. Здесь в соусе есть огурцы и еще огурцы на тебе сперва. Огурец с огурцом. Потому что повар с толком понимает, что должна быть свежесть у этого притерного гриля. Я еще раз спрашиваю, можно найти его имя? Андрей. Андрюш. Допустим. Андрюш. Нормальный ты человек. Давай. Не, ну на самом деле это хорошо. Круто, круто, круто. Честно, круто. Ну и у нас остались салаты. По внешнему виду. Вот это выглядит хорошо. Да. Объясняю почему. Но. Сразу появляется оно. Почему? Потому что, посмотри на эту фету. Посмотри на эту фету. Как бы. Сюда наложили вот этих вот специй на фету. Понимаешь? А знаете, что это может быть вообще болгарский этот... Брынза. Брынза. Может быть. И сделали ее фетой. Но она не фетой. Но знаешь, что мне здесь больше нравится? Вот оливочка раз. Оливочки. Ага. Да, да, да. Давай. И оливочка два. Смотри. Да. Вот это греческая оливка. Вот это вот греческая оливка. А вот это вот непонятно, что здесь. Не исполенская. Но она может быть... Кстати, может быть там есть хорошая фета. Там есть очень хорошая. Она может быть сиета. Какая? Вяленая. Вяленая оливка? Угу. Она вяленая. Она вяленая. Не знаю, если вяленая, это... Дегидрированная. Понимаешь? Сейчас еще хуже. Но есть такие оливки. Без воды. Ее высушили. Ага. А потом уже... У нее есть вкус. Добро отмечать. Да? С оливкой. Что здесь? Ммм. Здесь тоже есть вкус. Свежесть. И это на самом деле очень качественный оливки. Это не банка. То есть не ширпотреб, не масс-маркет. Это хорошо. Ну, раз я уже пошел по очереди, следующие... Оливки должны быть чуть-чуть соленые. Чуть-чуть. Попробуй. И скажи свое мнение. Так, я пока огурцы. Давай. Мне не нравится, как здесь в этом выглядит. А здесь нравится. Ммм. Мне кажется, мы не надо пробовать. Мы до нее дойдем. Чуть-чуть солененькие. Вяленые. Вяленые. Вкус оливки есть, но... Наверное, не такая сочная. Ну, она не та, да. Ну, понятно, что это дегидрированное. Так, по огурцам. Давай, пробуй ты теперь огурцы. Давай. Дойдем до того, что мы в декабре. Ну, да. Мы в декабре. То есть, у нас сегодня 1 декабря. Всех наступающим. Да. То есть, огурцы никак не могут быть какие-то огородные, да? Ну, да. Блин, огурцы здесь хорошие. Здесь хорошие? Да, здесь хорошие огурцы. Томаты? Здесь так себе. Помидоры, томаты. У них есть вкус. Но... Сочно. Да. Это не прям вот эти вот сухие помидоры, которые иногда продаются в супермаркете, когда ты берешь, разрезаешь, с нее даже водичка не капает. Да, да, да. Думаю, эти. Против крученых. Здесь тоже, да. Да. Перчик здесь есть перчик? Да. Есть, конечно, болгарский. Сочный. Прям сочный, хрустящий перчик. Свежайший. Хороший и правильный. Но мне кажется, что в конце, конечно, ребята подумали, давай салат хотя бы уже быть правильный. Греческий, нормально. Но если в греческом ресторане подавать неправильный греческий салат, который невкусный, то я не знаю. Слушай, а вы видели греческие огурцы вот эти длинные? Угу. Они сумасшедшие, да. Да, да. Вы знаете, в чем фишка вот этих огурцов? Чем? В шкурке. Вы в курсе? Нет. Да. Мне рассказывал один греки, то, что вы в Греции. Он мне сказал следующее. Эти огурцы спасли Грецию. Это в смысле? Ага. Это как у нас аисты, так у них огурцы. Огурцы просто. Я не знаю, что там с аистами, но там у них с огурцами. Он не знает, что с аистами. Коньяк. Ты? Они принесли коньяк. 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 В клюве. Они принесли. Старая новая история. Хорошо. Как спасли греков огурцы? Шкурка. Эта шкурка содержит в себе очень большое количество влаги. И поэтому огурцы становятся действительно очень большие. Длинные. Не большие, а длинные. Ну. Как человек подготовился. Он не врал. Я ему глаза смотрел. Греческие глаза. Не вру. Интересно. Ты закончил? Получается, я не гид, да? Не заедай. Ну, я понял, что это болгарская брынза, я отсюда вижу. Да. Это не фета. Но на хорошего качества. Да, но на нее кинули вот эти специи, но это не фета. А сейчас, смотри, прикол. Давай. Здесь реальная фета, объясняю почему. Давай. Она твердая. Да. И она ломается. Да, она ломается. Она крошится. А это намазывается. Вот. Даже по цвету беленькая и желтенькая. Да. Это настоящая фета. Это фета? Да. Абсолютно. Небо и земля. Серьезно. Значит, ребята с Greco Fresh, поработайте над овощами. С овощами еще можно еще что-то сделать, придумать. Да? Знаешь, что еще мне вот с первого момента, когда я вот отсюда взял кусочек? Я даже знаю, что ты хочешь сказать. Ну, это типа листы салата, капусты, но это салат. Ну. Больше. Я не видел, что. Я не видел, что. Я не видел в Греции листы салата в греческом салате. И здесь я не вижу вообще. Нет. Вообще оливкового масла. Нет, нет здесь оливкового. А здесь есть вот. Овощи блестят. Овощи блестят. Были бы мы в ресторане где-нибудь в Халкидике, взяли бы тостик, либо какой-то хлеб такой. Поджариваем на беду. Ооо. И в конце еще вот сюда бы намокали. Овощи блестят. Овощи блестят. Вкусненько. Да. С прохладным ветерком. Вот отдельно, если взять вот так вот пальчиком. То это сливочное. Нет, оливковое. Оливковое. Оливковое, но оно пропадает абсолютно под вкусами вот всех овощей. Ее где-то было, но... А здесь оливкового масла намного больше. И видно его. И его видно. Ну, есть вёрджин. Короче, холодного отжима. И экстра вердин. Да. Друзья, хорош жрать. Давайте уже вердин. Давай. Грека фреш. Салат стоит 60 лей. На 340 грамм. За 340 грамм. Но здесь больше. Да. Мы взвешивали. Да. Салат в Коломаке 300 грамм. Было там нормально вроде бы, да? Да, 67. И 67. То есть здесь погроможу больше, но дешевле. Да. Здесь меньше, но дороже. 7 лей разницы. И качество лучше тем, у кого дешевле? Да. Мама моя. Это во второй раз получается. Потому что у них и джирос был дешевле. Да. Несправедливос. Чуть-чуть несправедливос. А нас потом пустят в эти два заведения? То есть они не увидят и потом скажут, как ты мог, про мой салат там не выйдет шеф-повар? Отказывай доставку, откуда они знают. Ты это или нет? Не, если допустим... Если даже на доставку такое приехало. Нет, закончится пандемия, пойдешь к ним, допустим, в заведении. Но я выходил по заведению, меня никто не выгонял. Мне кажется, кто-то из них, не буду показывать пальцем, пандемию не выдержит. По-моему, кто-то уже не выдерживает пандемию. Уже не выдерживает пандемию. Габи, давай подводить итоги. Два ресторана. Грека Фрэш и Коломаки Грег Таверна. Значит, первая у нас была Мусака, правильно? По Мусаки. По Мусаки. Коломаки Грег Таверна. Полный ноль. Нельзя так делать. Это вот как ты говорил. И как мы, ребята, с Демой говорят. Надпись. Давайте, что-то. Ай, у нас там заказ, что там? Грека Фрэш, Мусака. Хорошая, очень хорошая. Сыр, все. Правильные овощи, чуть-чуть алденте. Картошка, хотя Женя, мне понравилась картошка. То есть, все было круто. Все было круто, реально. Грека Фрэш, молодцы, ребята. Я вообще его аббас не знал. Я не знал. Я их узнал буквально недели-две назад. На Фейсбуке я увидел. Просто заскринил. И вспомнил о том, что у меня на канале вообще греческой еды нет. И такой, о-о-о, как бы, вперед, вперед. Ну, ребята открылись недавно. Может быть, у них вот эта вот фишечка. И упал. Красавцы, смотри. Ну, чтобы не по-молдавски, как все, да? Да, главное не сговниться. Давай, Дима, давай, через полгода. Ты был там? Был. Нельзя так. Блэкстайбургер. Вот, человек знает. Человек был человек. Ну, например, как фору. Вот они держат, допустим, долгую такую какую-то свою целенаправленную? Разве можно говорить так много коммерческих названий? Да, серьезно? Тогда 513. Обожаю их. Не вот эти вот бутерброды, которые панини называются. Панини, они называются в Италии. У нас это не панини. Ну, они где правильно делают? Панини. Очень честно говоря. Не, честно говоря. На молдавском написано. Попробуйте, ребята, вообще там вну. Кто это? 513? 512. 512 это за кризис, где не нравится? Да. 512. Поехали. Поехали. Следующий у нас был Гирос. Гирос, Джирос. Пишите в комментариях, как это. Гирос Грека Фреш. Молодцы. Очень хороший. Шикарный. То есть, про все. Все было. 11 из 10. Пита была правильная, то есть, некоммерческая. Картошка была правильная, некоммерческая. Говори людям, не говори, Женя. Да? Не Женя. Друзья. То есть, если захотите Гироса, Realmente, заказывайте с Грека Фреш. Потому что в Коломаке это самый большой минус картошка. Потому что она с коммерцией. Я тебе сразу... Но не в этом дело. Даже коммерческую можно приготовить. Ты ее вот этими вот специями, ты ее сдабливаешь. Да, но это беспонтовая картошка. Нельзя ее брать. Ее, если пережариваешь, и она долго стоит, то уже все. Она теряется. Но даже специи не спасли никак. Знаешь, есть, допустим, компарад. Да. Есть сравнение. Сравнение между машинами, да, допустим, говорят. Если бы не, блядь, Opel, то Ford была бы самая голимая машина. Если бы не картошка с Макдональдса, то это была бы самая хорошая картошка в Коломаке. Ну, честно. Еще один, прям, да сколько брендов мы сегодня называемых. В плане того, что если сравнивать ее даже с шаурмой, по-моему, вот за 40 лет их жирос можно взять. И это как-то будет, ну, что ли, интереснее, нежели шаурма. Ну, он реально прикольный. Это альтернатива ты имеешь в виду кебабу какому-то? Да, я говорю альтернатива кебабу, потому что кебабов у нас очень много. Я смотрел выпуск, где ты кушал кебаб. Тебя не было гостей. Ты сам его жрал. Я смотрел этот выпуск. А, так это было я и ты как давно. Ладно, следующий салат на десерт у нас был. Вот здесь ребята с Коломаки Грит Таверна. Красавцы молодцы. Насчет овощей. То есть хорошие были овощи у ребят. Огурцы и помидоры. А вот неналичие масла в ихнем салате это обидело. И неправильные фета тоже обидело. То есть взять другую какую-то брынзу, взять какую-то другую, типа вот этого творожка, который можно намазать на хлеб. И сверху кинуть специи и давать его как греческий, то это как-то не то. Хорошо. Оценка твоя? Коломаки. По салату. Салат? 8. 8? Да. 8. Я бы сказал вам 7. 8. Дам. Грека фреш. За масло. За фету. И за оливочки. И оливочки. Вообще крутые. Очень крутые. Сразу видно не из банки. Ну греческая еда это хорошая еда и должны оставаться напоминания и воспоминания о том, допустим, люди были в Греции и там они хорошо покушали, чувствовали себя прекрасно, когда говоришь, там какой-то бриз пришел. И зима, пандемия, Молдова, вот так вот все. Давай греческой еды. Какая еда сегодня тебя отправила обратно в Грецию? Вот грекофреш. Грекофреш. Что именно? Это гирос. Гирос. А, гирос. Гирос хороший. Гирос. Ты сегодня слетал в Грецию? Все правильно. Нет? Что? Он не слетал. Я до Болгарии до еркала там разверну. Ребята, если у вас друзья еще не знают, что значит правильно выбрать хорошую еду и в каком заведении это можно выбрать, то вы должны рассказать своим друзьям, чтобы они подписывались. Прям там внизу. Подпишитесь. И делитесь. Будет армянская кухня нормальный. Делитесь на фейсбуке. Делитесь в инстаграме. В смысле? Делитесь в файбере. Короче, делитесь всем что угодно, только не коронавирус. А, в общем, вообще делитесь всем что угодно. Вы все видели сами. Внешний вид, громовку, вкусовые качества оценил я и Габи. Спасибо. Да, немножко Женя тоже покушал. В конце дня я покушал. Верить нам или не верить, это ваше личное дело. Сегодня мы сказали то, что мы думаем. Кто-то побывал в Греции, кто-то не побывал в Греции. Но самое главное, что Габи побывал у меня. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Всем пока. Я хочу обратиться к своим любимым хейтерам. Жрите и не пейте.